Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Лебедев Юрий, и сегодня вашему вниманию я представляю веб-каст на тему передачи аргументов скриптам в Windows PowerShell 5. Это уже второй веб-каст в группе, и если скрипты вам не знакомы, я рекомендую предварительно поставить предыдущий веб-каст данной группы. Сегодня же мы будем разбираться с тем, как аргументы работают и определяются внутри скриптов. Мы размещаемся на машинке PSPC01, это рядовой компьютер в домене SiriLocal. На нем установлена Windows 10 корпоративная 64-битная русская версия, номер билда 20H2. Если вас интересуют какие-либо дополнительные характеристики, они представлены на слайде. Итак, когда мы создаем команды на языке Windows PowerShell, у нас есть два пути. Это функции скрипты, у них очень много общего, очень многое из того, что мы с вами разобрали про определение параметров для функций, будет работать и в скриптах. Сегодня же мы постараемся подвести общий итог и посмотреть на отличие скриптов при работе с параметрами. Что ж, начнем мы с простого, с передачи аргументов. И самый простой способ передавать аргументы внутрь какого-либо скрипта, это использовать автоматическую переменную args, которая потребляет абсолютно все значения, которые передаются в скрипт, если они не попадают в именованные или позиционные параметры скрипта. Ну а если у вас в принципе никаких параметров у скрипта не определялось, то абсолютно все аргументы попадают в переменную args. И давайте для начала попробуем посмотреть, как это все работает. Мы будем использовать оболочку PowerShellEyes и в ней создавать скрипт. Начнем с простого. Определим некий командлет, пусть это будет writehost, он будет вводить хорошо нам знакомую строчку hello world, допустим используя зеленый цвет. Сохраняем, скрипт назовем скрипт 1, разместим его в папке документы. Готово. И попробуем вызвать. Переходим в документы, вызываем наш скрипт 1. Как видим, скрипт работает, никаких проблем нет. Но в данном случае это просто скрипт. И очень часто нам достаточно этого для того, чтобы какие-то задачи выполнять, но для того, чтобы скрипт стал чуточку интереснее, мы хотим его параметризовать. А именно при помощи переменной $args мы определим, что подающиеся скрипту значения будут сюда попадать. Ну, давайте попробуем это сделать. Скрипт. Указываем, допустим, мое имя. Пробуем. Да, я не сохранился. Сохраняемся. Пробуем повторно. Готово. В первом случае, пока у нас не было переменной, ну, как бы в $args попало значение и нигде не использовалось. В данном же случае в $args попало значение и оно подставляется вместо переменной $args, определенной в коде скрипта. Да, супер, тут никаких вопросов не возникает, все достаточно просто, но возникает другой момент. Если мы имя, допустим, параметры не указываем, он сюда не попадает. Если мы указываем здесь нескольких параметров, то они все попадают как массив в переменной $args. И в таком случае нам требуется какой-то walkaround, то есть какой-то обработчик, который будет следить за тем, чтобы количество аргументов не выходило за лишнее. Ну, так как $args это коллекция, то мы можем очень просто сделать следующую задачку. Например, условная конструкция if, обращаемся к переменной $args, смотрим количество элементов. Если элементов 1 подается, то мы выводим заранее определенную строку, которая с нами здоровается. Иначе мы, соответственно, выводим некую ошибку. Ну, давайте просто при помощи write-host напишем на экран. Укажи, пожалуйста, аргумент. Окей, ну и чтобы он красивее смотрелся, давайте красным цветом его подпишем. Сохраняем этот скрипт. Снова пробуем вызвать скрипт 1 без параметра. Просит нас указать что-нибудь. Используем в качестве аргумента мой псевдоним работает. Используем в качестве аргументов два значения, это циферку и мой псевдоним. Соответственно, он видит, что в $args больше одного значения. То есть он-то видит, что количество значений в $args не равно единице. И, соответственно, отрабатывает блоком else. В принципе, это нормальный вариант. Это достаточно простой вариант, но гораздо интереснее все-таки определять человеческие параметры для скрипта, чтобы можно было указывать дополнительные ограничения на эти самые параметры, которые мы будем определять для скриптов, а также использовать различные значения по умолчанию и прочие элементы. Что ж, давайте попробуем посмотреть, как определяются параметры для скриптов. Единственный вариант определить параметры для скриптов, использовать блок парам. Он размещается в начале скрипта, в круглых скобочках после чего слова парам, списком через запятую перечисляются параметры. Это единственный способ определить параметры для скрипта. Есть, конечно, некоторые обходные маневры, но в данном случае, когда мы говорим про синтаксис, он именно такой, в отличие от функций, у которых есть еще возможность блок параметров без ключевого слова парам разместить за именем функции. Что же касается скриптов, так как имя скрипта определяется именем файла, там никакого блока параметров разместить возле имени файла возможности нет, поэтому мы определяем его при помощи блока парам внутри скрипта. И, соответственно, здесь можем использовать все подряд. Давайте попробуем посмотреть, как это все работает. Начнем с того же самого скрипта, заберем нашу строчку и попробуем немножко модифицировать текст скрипта. Создадим новый. Новый скрипт будет начинаться с ключевого слова парам. Далее в круглых скобках мы определим некий код. Этот код будет создавать у нас переменную name, причем мы можем сразу, пометуя о том, как мы задавали значение по умолчанию параметрам функции, точно так же определить и здесь значение по умолчанию для переменной name. Пусть это будет world. И далее блок. Единственное, что в блоке переменную args мы меняем на переменную name, которую определили в блоке параметров. Все, на этом скрипт создан. Сохраняем его. Это будет скрипт 2. Пробуем его вызвать. Hello World. Можем указать параметр. Например, мое имя. Hello Yuri. То есть, так же параметры не обязательно указывать. Можно использовать подстановку, так как параметр 1 тут вообще без вариантов. Давайте на секунду вернемся к слайдам. И второй момент, который нужно указать про параметры. Параметры бывают именованные, бывают позиционные. В группе вебкастов про синтаксис мы много этому времени посвятили. Также мы об этом говорили, когда разбирали группу вебкастов про функции. Так вот, если имя указано, то значение, переданное с именем параметра, передается в соответствующую переменную. Если имя не указано, то по списку в неопределенно именованном параметрам пытается податься значение. В соответствии с тем, как они перечисляются. Давайте попробуем немножко усложнить наш скриптик. А именно, изменим блок параметров, чтобы он состоял из двух частей. У нас будет имя и второе значение будет способ обращения. Назовем переменную, допустим, контактен. И подадим значение, допустим, 1. Для красоты можем даже, например, типы данных указать. Имя – это строчное значение, контактен – это у нас целочисленное значение, интеджер. Правда, мы только один тип используем. Может быть, какой-нибудь small integer. Попробуем подсунуть, поискать тип, допустим, bit. Но, в принципе, нам этого будет достаточно. Для вообще использовать, например, переключатель. Переключатели будут работать точно так же, как и в функциях. Ну что ж, два параметра у нас определено. И далее сделаем следующую вещь. Если у нас контактен равен единичке, мы в переменную ввод будем задавать значение hello. А иначе в ту же самую переменную будем задавать значение goodbye. Кавычки не забываем. И вместо обращения вот здесь будем использовать переменную $watt. Соответственно, слово подставляется на базе указания единички. А имя подставляется на базе переменной name. Ну, чуть-чуть усложнили скрипт. Сохраним наш скрипт 2 и попробуем поиграться с ним. Первый вариант. Мы указываем имя, допустим, Юрий. Контактен 1, соответственно, работает. Контактен 2, работает. Если мы не указываем имена, но указываем Юрий и контактен 2, он тоже их принимает. Местами менять нельзя. В противном случае, двойка пойдет в качестве имени, потому что он первым подается этот параметр, а Юрий пойдет в контактен. В принципе, он может быть сработает, но, скорее всего, интеджер не сможет принять Юрий в целочисленный формат данных и выдаст ошибку. Так вот, здесь есть интересный момент. Если вы укажете, например, двойку, а потом укажете именованный параметр, то, понятное дело, что сначала подставляется именованный параметр, а потом все, что не заполнено, а это остался контактен, получает свои значения. Ну, так же точно по списку. Готово. Ну, как видим, здесь все работает. Можно подводить итог. Параметры у скриптов работают точно так же, как и у функций. Можно использовать безымянную подстановку при помощи переменной args. Соответственно, любые параметры, не попавшие в именованные или позиционные, попадают в args. Ну, а если у вас, в принципе, параметры не определенные, то все попадает в args. Это массив. Можно им пользоваться как массивом. У скриптов у нас есть параметры, которые можем определить при помощи блока параметров, который начинается с ключевого слова param. Другого способа определить параметры по умолчанию нет. Но при желании, все, что касалось параметров, и было рассмотрено в группе вебкастов про функции, можете попробовать и со скриптами. Оно все будет точно так же работать. Тут, я думаю, подведем итог. Это был второй вебкаст в группе. Надеюсь, было интересно. Теперь можно рассмотреть, как усложнить логику работы скриптов и осуществлять выход из них в принудительном порядке. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание. Если у вас появились вопросы и пожелания, присылайте их мне в почту на libbyfury.gmail.com. Подписывайтесь на новости у меня в блоге. Ну, а все мои материалы собраны и каталогизированы у меня на сайте. Пройти комплексное, в том числе авторизованное обучение по Windows PowerShell и не только, вы можете в учебном центре Softline Education. А за мной можно наблюдать при помощи моих социальных сетей. На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы!